Всем привет! С вами дядя Паша! Мои молодые зрители! Я тут не так давно узнал, что ваши родители ставят мои ролики, где я рассказываю про солдатиков, про сюжеты солдатиков и о том, как ими играть вам перед сном. Почему они это делают, для меня по-прежнему загадка. Но сегодня 1 апреля, день, когда на канале выходят всякие неформатные ролики. И сегодня я почитаю вам сказки. И сказки необычные, а сказки, которые писал мне мой папа, дядя Андрей, дедушка Андрей. Давайте приступим. Первая сказка «Водяной дракончик». Если долго-долго сидеть на берегу Фисташкового моря, то можно увидеть водяного дракончика и подружиться с ним. Только сесть надо в определенном месте, в определенном положении, на самый большой прибрежный камень, так, чтобы тень от него падала одновременно на четыре стороны. И ждать. Водяной дракончик обязательно появится. Этот необычный житель Фисташкового моря очень любит играть с маленькими детьми во всякие салочки, догонялки и прятки. Правда, он страшно расстраивается, если проигрывает. Тогда он начинает брызгаться водой. Поэтому ему иногда надо поддаваться. Когда же дракончик выигрывает, он начинает нырять на глубину и доставать красивые камешки в утешение. Так что садись на самый большой камень и жди своего дракончика. Он всплывет, как маленькая подводная лодка, и, поднимая фонтан пены, выйдет на берег перекусить поджарившимся на солнце ракушками. После того, как он перекусит и станет добрее, ты можешь к нему подойти и познакомиться. Дракончик, правда, говорит только три слова. Арум, что означает «Привет, ты мне нравишься». Или «Вот бы еще ракушек покушать». Трау, что с драконьего переводится как «Жаль, что ты уходишь, давай еще поиграем». И баррым, слово, которое означает «все остальное». Поэтому понять его не совсем просто, и нужно немного времени, чтобы с ним по-настоящему подружиться. Чтобы на прощание он тебе всегда с грустным видом говорил «Трау». Вторая сказка. Пес по кличке Дождик. В маленькой будке возле старого домика совсем недавно появился щенок. Назвали его Дождиком. И не случайно. Похоже, что когда шел акварельный дождь, песик не успел спрятаться, и вся его шерсть с тех пор покрыта разноцветными полосками воды. Белыми, черными, желтыми, синими и фиолетовыми. И теперь, когда Дождик начинает бегать по лужам, те заполняются живыми жидкими радугами. А когда Дождик ложится на землю отдохнуть, травинки становятся клубнично-ежевично-гранатовыми деревцами. Размером не больше спички. Есть у щенка самый настоящий друг. Стрекоза с прозрачными, как слезы, длинными крыльями. Такой крошечный друг-вертолетик. Дождик очень любит играть с ней во всякие войнушки, воздушные сражения и тому подобные игры, без которых не могут обойтись мальчики. А в старом домике живет хозяйка песика. Старушка с волшебным платком. Стоит ей только взмахнуть этим платком, сразу начинается что-нибудь чудесное. То вдруг из земли выкарабкиваются растаявшие снежинки, расправляют крылышки и начинают красиво падать на небо. Или ни с того ни с сего телевизор перестает показывать глупые взрослые фильмы, и вместо них целый день идут мультики. А бывает и так, что лица всех деток, живущих по соседству со старушкой, покрываются веснушками самой разной формы. Треугольной, овальной, квадратной. Вот и недавно старушка взмахнула своим платочком и полил необычный красивый акварельный дождь, под который и попал новорожденный щенок. Тот, которого потом назвали дождиком. Кошка по имени Мышка. Мышкой ее прозвали из-за необъяснимой для кошки любви к сыру. Особенно ей нравился сыр с дырочками. Мурлыканье кошки как бы говорит, что самое лакомое здесь – воздух, хранящийся в сырных дырочках. Бесконечно вкусные пузырьки чуть соленого воздуха. Повадки кошки-мышки под стать ее имени. Днем она вечно спит в каких-то самодельных норках. Задумчиво грызет обои по каким-то только ей ведомым узорам, по ночам шуршит под кроватью, играя сама с собой. И ужасно расстраивается, если проигрывает. Лишь под утро она засыпает, мурлыкая, как серый паровозик, уставший после долгой дороги. Будучи миролюбивой кошкой, она в настоящих мышках видит не врагов и не пищу, а просто сырно-спортивных соперников. И, похоже, мыши ее не боятся. Но кошка по имени Мышка от этого вовсе не страдает. Четвертая сказка «Суп звездочета». Как-то раз мне довелось поужинать необыкновенным супом. Супом из звезд. Накормил меня им один знакомый звездочет. Они хоть и странные, но очень милые люди. Днем они спят, а ночью смотрят в трубочки телескопы, пересчитывая звезды. Считают кометы и летающие тарелки. А наутро рассказывают всем небесные новости. Самая большая радость для них – открытие какой-нибудь новой планеты. Тогда они надевают на голову праздничные серебристые колпаки и целую неделю веселятся со своими друзьями. Вот на таком празднике я и попробовал звездный суп. У каждого уважающего себя звездочета на небе есть тайничок, в котором он что-нибудь хранит. Свои сны, книжки с картинками или конфеты с начинкой. А мой звездочет хранил в тайничке самые вкусные звезды. И если наступал праздник, готовил из них суп. Вместо воды он набирал в кастрюльку дождь. Когда кастрюлька начинала закипать и стучать крышкой, бросал в нее звезды. Суп имел сразу несколько вкусов. Лучики звезд были сладкими, серединка соленой, а дождь мятным. Тот, кто съедал одну ложку такого супа, мог видеть далекие созвездия без трубочек телескопов. А тот, кто съедал целую тарелку, мог эти созвездия выращивать сам, как яблони в саду. Кстати, именно после того ужина со звездочетом у меня появились яблони в саду и свой собственный тайничок на небе, где я храню еще не написанные сказки. И последняя сказка на сегодня «Город невидимок». Есть на одном из островов Тихого океана волшебный город. Его не найдешь на карте, даже самый точный и красивый. Город этот появляется рано утром и исчезает с первой вспыхнувшей звездой. Словно распахнувшийся цветок, к вечеру вновь превращается в бутон, чтобы следующим утром стать еще прекрасней. Населяет этот волшебный город существа-невидимки. Невидимки-дети и невидимки-родители. Невидимки-музыканты, невидимки-художники. Невидимки-врачи и невидимки-больные. Невидимки-кошки и невидимки-мышки. У каждого из этих странных созданий есть твоя шапочка-невидимка, свой магический колпачок. Они рождаются на свет совершенно видимыми. Но уже держат готовую шапочку в кулачке. И стоит им немного подрасти, надевают шапочку-невидимку и больше никогда ее не снимают. Этим существам очень удобно с их невидимостью. Ну, например, им необычайно интересно играть в прятки. И совсем не обязательно делать умное лицо, стоя у доски на уроке, если не выполнено домашнее задание. В городе невидимок довольно трудно жить. Попробуйте сами на ощупь отличить зеленую виноградину от черной. Или по запаху не перепутать сон, который приснился вчера, от сна, который снится сейчас. И все-таки жизнь здесь светла и радостна, потому что маленькие прозрачные существа любят окружающий их мир, несмотря на то, что он их не видит. Надеюсь, ты, мой молодой зритель, уже спишь. Поэтому попрошу родителей поставить лайк, подписаться на канал, сохранить себе этот ролик в закладках и ждать следующий подобный выпуск через год. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok